Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 апреля и вот с завтрашнего дня, с 23 апреля, я начинаю работать с тоннелями. Так как очень много добавилось новых подписчиков, некоторые даже не понимают, что я имею ввиду, когда я говорю, что буду выращивать томаты в тоннелях в открытом грунте. Я начну все сначала, буду каждый свой шаг, конечно, показывать, описывать. Но для того, чтобы вы имели, если вы, например, первый раз зашли на канал, чтобы вы имели какое-то общее представление об этом, я сейчас сброшу ссылки на предыдущие видео, где я рассказывала, где я чертила схемы, как я укрываю все. Это очень важно, чтобы у вас общее такое сложилось мнение вот об этом методе. Вот смотрите, начну с того, как я выбираю дату, когда я начну здесь заниматься. Я сейчас выписала специально прогноз погоды, чтобы вам было понятно. Конечно, это не точно, но ориентировочно мы все равно видим по этому графику, когда будет холодно, когда нет. Вот у нас сегодня 3 градуса на улице, 3,5. Так вот, ну утром меньше, в обед больше будет. Ночью будет еще 0 и минус 1. То есть еще, ну и тем более у нас снег сегодня только растаял первый день. Вы видели вчера, здесь были у нас сугробы, все было завалено. И вот земля еще очень мокрая. Я сегодня не буду делать. И завтра, скорее всего, только будет перекопка у меня. Дальше у нас, смотрите, у 22-го снег растаял сегодня. Ночью будет минус 1, где-то так 0. Рано, значит, 23 апреля завтра у нас будет первая ночь, когда не будет минуса. Будет 0, плюс 1, где-то около 0. Значит, в этот день я смогу просто заниматься грунтом. Я вот это все разровняю. Я сегодня уже ее показывала. Смотрите, тут уже добавлены черная земля, свежая перегмой. Нужно мне просто разровнять. И вот этой вот чудо-лопатой вот так пройдусь и разрыхлю. Разровняю все. Можно будет сделать или завтра, или послезавтра маркировку. Так вот, смотрите, 24 апреля у нас уже днем прогноз плюс 13, плюс 14. Пусть даже они не точно указывают, но все равно больше плюс 10, значит, я смогу работать с землей. И как я уже говорила, вот вчера у меня комментарии пришли. Как же вы будете высаживать, что грунт холодный? Я уже говорила несколько раз. Нам достаточно, рассада вот такая короткая, нам достаточно верхнего слоя, чтобы согрелся 10 сантиметров. Потом я купол сделаю из-под пленки. Ну, из пленки. И там все это прогреется до такой степени, что земля будет даже горячая. Главное, вот верхний слой. Когда температура 24-го будет плюс 13, плюс 14, и ночью от 0 до плюс 4, значит, земля уже начнет прогреваться. Нам нужно минимальный верхний слой. И вот 24-го, 25-го уже начинается. Вот в четверг тут уже идет ночная плюс 7. Значит, в это время, я еще точно не знаю, я день не определила, или это будет четверг, или это будет пятница. Но грядку уже нужно готовить. Завтра буду копать, потом буду делать дорожки, буду делать дырочки. Все это вам покажу. И почему я жду именно вот такой температуры? Смотрите, дальше в воскресенье у нас будет опять минус. Минус 2 или минус 3. Но посадив, высадив в четверг или в пятницу, у нас будет вот эта фора 3 дня, вот это теплое окно. Ну, когда и грунт там прогреется, и растения за 3 дня, они немножко, как бы у них будет уже схватка с грунтом. И так далее, минусовые температуры им будут не страшны. Но мне нужно, чтобы 2 или 3 дня обязательно был плюс, потому что в один день я обычно не успеваю. Я вот посажу, например, пол грядки, просто прикрою пленкой, ну, сверху накину, на следующий день буду доделывать. И потом уже буду все это укрывать. Так, что я приготовила для работы, вот, для установки тоннелей? Ну, во-первых, первый слой, я уже писала, я делаю нетканка и пленка. Все простейшие, самые-самые простейшие, самые дешевые. Пленку я, вот эту нетканку я брала всегда самую тонкую, тоньше вот этой. Но в этом году у меня осталось много с прошлого года. Видите, еще рулон даже не раскрученный. Это я для себя тоннель выращивала. Буду использовать пока ее, чтобы новые не покупать. И вот эта пленка, это тоже с прошлого года, она тоже самая-самая тонкая. Вот для первого слоя, для первого дня мне этого достаточно. Поставлю дуги, накину не тканку, прихвачу или за щепками, или пришивать буду. Сверху накину вот эту пленку, постараюсь сразу же прикрыть, прикопать или хотя бы какими-то кирпичами придавить. Самое главное в первый день создать вот этот термос-тоннель, чтобы там был парниковый эффект, чтобы даже если ночь будет холодная, чтобы там нагрелось максимально и чтобы им было там комфортно. Сразу говорю, что я буду делать два тоннеля. Ну, какой первый, какой второй, я не знаю. Один тоннель вот здесь будет выращиваться, например, рассада на продажу. Второй тоннель рядом будет расположен по этой же технологии, точно так же буду садить, закрывать. Это будут мои томаты для получения раннего урожая. Я высаживала уже несколько раз, иногда бывает, что они в этих тоннелях и зацветают, потому что холодная погода у нас очень долго, у нас бывают еще и в июне заморозки. Вот они будут сидеть в этом тоннеле, и потом, когда придет пора, я просто открою, и они обычно вот такие томаты, которые высаживаешь рано, получаешь с него самый, ой, солнце, самый первый урожай. Когда вот пришла мне мысль выращивать для себя таким же способом, потому что вот смотрите, некоторые сейчас посмотрят зрители, и они, конечно, обязательно напишут, что это очень жестокий метод, что вот снег только растаял, позавчера были там у нас метели, были морозы, и я тут же сразу эти нежные сеянцы в открытый грунт. Но метод оправдывает себя, некоторые спрашивают, зачем так рано, к чему? Вот вы потом посмотрите, рассада выращена вот в таких условиях на солнце, в холодном, в таком прохладненьком температурном режиме, она всегда по качеству выше, чем та, которая выращивается даже в теплицах или дома. И когда я выращивала на продажу вот такую рассаду, а свою держала там, в результате в начале июня я видела, что я отдаю рассаду, которую людям, что она более высокого качества, чем у меня. У нее огромная корневая система, она коренастая, у нее толстые такие стволы. Но я подумала, что не настолько же я глупа, чтобы людям выращивать качественную хорошую рассаду, а себе этот метод как не использовать. И вот поэтому я теперь выращиваю так и на продажу рассаду, и также высаживаю томаты для получения раннего урожая, потому что они там такие крепкие получаются, они там зацветают раньше, они не вытягиваются, потому что, во-первых, им прохладно, и у них корневая система по сравнению с теми, которые мы будем в конце мая или в начале июня высаживать, конечно, она на класс выше. Но это вы все посмотрите. Я не люблю быть голословной, я всегда говорю, что все, что я говорю, я все вам покажу, потому что это не слова, это не какие-то фантазии, это мой личный опыт. Да, метод жестокий, да, может быть. И вот я знаю, что когда будут морозы, возможно, по периметру вот этот крайний ряд подмерзнет из торцов, но это сибирский регион, как, но этим методом пользуются очень много, многие, это не я его придумала, я себе его не приписываю, и до меня его кто-то выращивал, и сейчас и после меня будут выращивать. Метод рабочий, хороший, посмотрите, может быть и вам понравится. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, будем завтра начинать выращивать томаты в тоннелях.